Павел Пантелеич, поздравляю с победой. Хочу попросить вас прокомментировать прошедший спарринг с ЦСКА. Ну, я доволен за некоторыми исключениями. В некоторых игровых эпизодах где-то не все то, что намечалось, выполнили. Так, если в общем брать тот тактический план, который мы применяли в сегодняшней игре с командой ЦСКА, в основном выполнили. Очень строго сыграли в обороне, практически не дав никаких шансов. В первом тайме был момент, один момент, все. Во втором вообще у команды ЦСКА не было момента. Сыграли строго в обороне, строго в обороне. И второе было задание, максимальный быстрый переход от обороны к атаке. В первом тайме были очень хорошие предпосылки, все. И во втором, ну, хотелось бы более острого продолжения перехода. С чем связано? Связано с тем, что последний пас не всегда находил Аверисата и неправильно в некоторых эпизодах принималось решение. А так, в общем, неплохо. Неплохо выглядели. С учетом даже того, что у нас новые игроки, новая схема. Мы, если прошлый год практически весь сезон мы играли в схеме 4-4-2, то здесь мы немножко видоизменили схему. Играли 4-5-1, максимально насытив центральную часть поля. И было задание взять под контроль центральную часть поля. И, в принципе, неплохой, особенно в первом тайме, был контроль мяча. И заставили очень много делать мы холостой работы команду соперника, что сказалось в конечном результате в плане двигательной активности. ЦСКА в конце игры уже они подсели, и мы имели в этом компоненте преимущество. Показалось, что вообще с первых минут второго тайма «Факел» выглядел убедительнее, хозяев поля. Это связано с тем, что группа большая свежих игроков вышла? Ну, наверное, и с этим, да, что мы освежили. Ну, и они сделали много замен, освежили игру. Но по содержанию второй тайм, несмотря на то, что мы забили мяч, немножко хуже. Ну, не очень, а были ходы в центральной части поля, где мяч отдавался в борьбу, что нежелательно. И мы получили две ответных атаки за счет перехвата, вот именно, что в борьбу неправильно принималось решение. Получили две атаки. Ну, благо, что защитники очень качественно сработали, что в первом, что в втором тайме. Павел Пантелеич, сегодня на поле в составе «Факел» появился очередной потенциальный новичок «Абазов». И плюс играли и Дутов, и Свежов, люди, которые потенциально могут пополнить коллектив наш. Как оцените их игру сегодня? Ну, то, что касаемо «Абазов» у нас только сегодня появился. Играл один тайм, сыграл очень уверенно. И в плане оборонительных действий, вверху практически все, то, что в его зону приходило, он выиграл. И неплохое развитие атаки. Очень хорошее впечатление произвел Дутов. Помимо того, что забил очень хороший мяч, здесь через него много связей шло. Тоже качественный игрок. То, что касаемо Свежова, очень мастеровитый игрок по тем двум тренировкам, которые он провел перед этой игрой с нами в Воронеже. Технически оснащенный, поле хорошо видит. Но, к великому сожалению, он на сегодняшний день далек от своей идеальной формы. Но это дело поправимое. И то время, которое есть до начала чемпионата, я думаю, в функциональном плане мы сможем подтянуть его. И вообще задача наша, новички, которые пришли, во-первых, они должны привыкнуть к нашим требованиям, где-то сыграться. Хотя время очень мало. Но довольно все такие ребята квалифицированные. И вторая задача – это привести к общему физическому знаменателю новичков, которые прибыли к нам, и ребята, которые с прошлого года. Потому что тот фундамент, который мы заложили на сборах зимних, он сказывается. Все новички немножко хуже функционально выглядят. Но еще раз повторяю, что есть время, еще 10 дней до начала чемпионата. Я думаю, постепенно они подойдут к своей оптимальной форме. Из Ваших слов можно понять, что те трое потенциальных новичков, о которых мы сейчас говорили, скорее всего, станут реальными новичками клуба. Ну, их и приглашали с этой целью все. И я думаю, что сейчас после беседы с президентом клуба Евгением Михайловичем Северогдым их судьба будет уже решена в ближайшие 2-3 дня по поводу подписания контракта с «Факелом». Но это квалифицированные игроки, которые усилят наши действия. Последний спарринг в преддверии старта в чемпионате 4 июля с Курским авангардом. Все без изменений? Да, все без изменений, да. 18 часов на нашей базе в тенис. Ну, здесь уже будем ближе, ну, не ближе, а уже будет практически начинать игру стартовый состав, который будет начинать чемпионат России в футбольной национальной лиге. Ну, какие-то наработки, какие-то стандарты, уже мы сейчас будем снижать нагрузки в основной своей массе, потому что мы работали в двухразовом режиме, мощную работу проводили, все. И сейчас задача подвести всех, чтобы определенный уровень свежести был в первой календарной игре 11 июля с Тосном. Ну, выводы какие-то сложно делать, потому что, во-первых, это первая контрольная игра, во-вторых, состав такой сверх экспериментальный, поэтому, во-вторых, это была получена хорошая тренировка в условиях игры. И спасибо факелу, что приехали и составили на избавление. Как оценивать игру молодых? Ну, мы их достаточно хорошо знаем, поэтому сложно было бы им показать то, что мы не видели в тренировочном процессе или до этого. Поэтому, учитывая, скажем так, что они продавали большой обмен работы, мы увидели примерно то, что ожидали. Что касается основного состава, все ли вернулись и как со здоровьем они пришли на Сибирезубске? Василий Березубский вернулся, он здесь на базе, занимается на этими процедурами. Не вернулись в команду пока два футболиста. Игнашевич, это шестой, пауза в тренировочной деятельности, здесь не в мании. И Марио Фернандо сегодня в 6-м число. В будущем какие-то приобретения в команду требуются? В общем, сегодня читали интервью, что нападающий в команде. Ну да, мы, в принципе, и зимой пытались усилить именно эту позицию. Сейчас, наверное, единственная, скажем так, самая актуальная позиция при всех остальных здоровых игроках – это форвард. Надеемся, что он сможет появиться у нас до возобновления матча Чемпионата России. А вы тоже рассматривали варианты? Ну, конечно, рассматриваем. Если должен появиться через две недели игрок, понятно, что мы их рассматриваем. Митрий Ильич, вот по поводу панчинга, как сейчас ситуация складывается? Удастся его удержать или все-таки он хочет в аренду выйти? Ну, еще раз говорю, здесь ситуация такая, что еще длинное трансферное окно, и мы примем такое решение, которое будет выгодно и клубу, и игрокам. А по Безлюку пока еще вариантов нет? Нет, я думаю, что ясно, что Безлюку будет в течение этой, максимум, в следующей неделе. То есть, в любом случае, он будет вариант. Митрий Ильич, наверное, сложно оценивать по первой игре, но все-таки центральную связку в защите составит в бассейне Алексей Брезуцкий. Как сегодня оцените в игре? Ну, наверное, все-таки не совсем все показательно сегодня, потому что там не те опорные, не то состояние, но в целом люди квалифицированные. Я не думаю, что если вдруг придется выступать в паре, на любом уровне, на котором мы выступаем, возникнут какие-то серьезные сложности. Леонид Викторович, а соперники сегодняшнего дня можете по-русов сказать? Факел, команда из сверхфутбольного города, поэтому мы очень рады, что команда вышла в ФНЛ, уверенно выиграв турнир второй лиги. И надеюсь, что теперь у Факела будет только поступательное движение вверх. И, соответственно, мы уже в честь какой-то промежуток времени будем проводить не спарринги, а уже официальные матчи в рамках единого турнира. Субтитры создавал DimaTorzok